Ну что ж, начинаем новую кампанию. Давайте, ребят, всем приятного просмотра. Сразу предупреждаю, ребят, я любитель хардкора, поэтому играть буду на максимальном уровне сложности. 500 лет Кальдрадийская империя господствовала до континента. Ее воины разбивали вражеские армии. Ее осадные орудия крушили гордые твердыни. От северных лесов до южных пустынь. Привет, Алексей. Не хотите приехать в Екатеринку? Судурели знамена ее легионов. Спасибо, Мгель. Здесь очень много героев и господствовала. Своевание было жестоким, но мудрецы говорили, что с ними не успел прочитать земли, где отгремела война, процветали. Однако империи, как и люди, стареют. Одну секундочку, я вот так сделаю. Спасибо. Линии упадок усиливались. Ну, как любая, да, крупная империя. Старые враги многому научились. Они стали хитрее и умнее. И вот однажды империя рушится, как карточный домик. И разгорается всеобщая гражданская война. Классно сделали. Время ненависти. Время страданий. И при этом время отваги и неповиновения. Здорово сделали. Молодцы. Новые правители из других племен заявляют о себе. В общем-то, как всегда и везде. Их цель остановить разрушение. Создать новый мир. В руинах старого. Вроде бы ничего особенного, но очень интересное сделали интро. Очень интересно. Молодцы. Молодцы. Хвалю прям. Знаете, захватывает дух немного даже. И очень даже рад, что нет русской озвучки. Потому что я не думаю, что кто-то бы вытянул эту озвучку. Хотя, наверное, какой-нибудь голос Геральта из Ведьмака бы сюда более чем хорошо бы подошел. Спасибо, ребят. На донаты отвечу чуть позже. Итак. У нас с вами есть несколько народностей. Их всего шесть. У каждого, в принципе, есть свои приколюхи. Долго объяснять не буду. Ребята, это не какой-то гайд. Просто скажу так. То, что Вландия это всадники. Ну, по-хорошему, у них армия сильная сторона. Это всадники. Стурги. Это у нас охотники, лучники. В общем-то, стратеги, тактики. Такие, знаете... Наверное, больше все-таки купцы. И типы, которые очень любят путешествовать. Наверное, почему-то я вот так вот думаю. Потому что у них очень неплохо передвижение развито. И всякие вот такие приблуды хорошие. Империя. Империя это, по-моему, если я не ошибаюсь, осадные орудия у них очень хорошие. У них очень хорошие гарнизоны в городах. Мастера, да, вот, обороны. То есть, у них такая хорошая тяжелая пехота, которая, в общем-то, позволяет выигрывать очень многие сражения. Сразу говорю, хузаидов, ребята, не рассматриваю. Потому что, ну, это конные лучники. Это бесконечная дрочь с этими лучниками. Если честно, воевать пойду, если сейчас все получится. Если меня сразу не набреют, то воевать буду с ними в самую последнюю очередь. Потому что, я считаю, одной из самых конченных и дисбалансных вообще классов, которые может быть, это конные лучники. Потому что их не догнать. Стреляют метко, бьют больно. Ну, и, в общем-то, еще и на лошадях. Еще и слезут с лошадей. И, в общем-то, очень неплохо по мордасям дадут. Поэтому как-то так. А сарай, я не помню, что они там делают. Если честно, торговые пути, караваны. Я вот, к сожалению, вот эти вот кочевники и бедуины. Но вот кто у них? По-моему, они на балансе. То есть, это такие сбалансированные классы. Ботания тоже для меня закрыта. А, все, я понял. Ботания это у нас огромные топоры и смертоносные двуручные мечи. В общем, это фанатики. Это, скорее всего, берсерки. Ну, и любители, знаете, вот эти вот... Как же он назывался-то? Фильм. Старый-старый фильм, когда они там все разукрашены, из леса выбегали. Писюнами наперевес. И вот это вот... Э-э-э-эй! И бежали дальше, да. Не помню, как называется, но... Как-то так. Если я не ошибаюсь, то Стургия, вообще, по лору игры, она располагалась и... Ну, наверное, располагается, да, на территории Киевской Руси. То есть, это нынешние земли Украины, России, Беларуси. Поэтому, ну, для меня, как представителя СНГ, да, комьюнити, наверное, больше по духу Стурги. Поэтому как-то так. Имперцы тоже, наверное, неплохие, ребята. Но я думаю, что сделаем мы стак Стургов, да. Тем более, чат весь голосует за. Кстати, ребята, огромное спасибо всем тем, кто подписан на наш Телеграм-канал. Кто подписывается на оба канала... Телеграм-канал Hardinsight. Два английских слова с галочкой. Второй наш канал Hard Games. Это там вы увидите нарезку по... Вот этой части. По этой серии игр. Здесь я на Hardplay буду закрывать эти нарезки, дабы не захламляли, не засирали. Так что спасибо за подписки на все наши ресурсы. Приятного просмотра. Итак, начинаю я за Стургов. Здесь очень важно, честно говоря, выбрать пол. Потому что здесь есть понятие всяких вот этих вот, знаете, браки и все остальное, и все остальное. Вот эта вот, вся вот эта вот карусель, она здесь очень важна. Потому что, как и в те времена, в древние, если заключен правильный брак, то, соответственно, к вам лояльность от лорда идет. Потом там вассалы, лорды, там вот эта вот вся карусель. Но я, пожалуй, возьму мужика и, в принципе, буду соблазнять. Буду соблазнять, понимаете. Соблазнять буду своей прекраснейшей внешностью. Итак, глубина бровей. Высота. Знаете, надо такого вот сделать, такого чисто вот обычного, понимаешь, работягу. Так, кстати, само лицо. А давайте мы... Ля! Ты че, родной? Кстати, очень интересное лицо. Очень интересно. Если сейчас переделать прическу и бороду, получился бы очень-очень неплохой персонаж. Давайте еще попробуем поролить. Ля! Слышь, чисто знаешь, такой этот... Как он, пятница, пятница, помните, который выжил, выжил на необитаемом острове? Ладно, допустим. Такой обычный, да, работяга. Слушайте, а вот это, кстати, ничего. Почему-то вот я как-то вот вижу его. Если сейчас чуть-чуть мы его подкорректируем, подредактируем, то будет вообще все, в принципе, чики-бомбони. Да, давайте мы сделаем такого темноволосого. Да, где-то вот такой вот. Так, по волосам я вам сейчас скажу, что это будет. Знаете, наверное, что-то такое, да. Раньше, извините меня, вот этих ваших барби-шопов не было. Понимаете? Раньше, да. Раньше все было намного проще. У кого, говорит, растут усы? Как у... О, Холк Хогана можно сделать, реально. Чисто знаешь, это... Слушай, да-да-да, и сказал Господь, а встань иди! И пошел в закат на коне. Можно позаморачиваться конструктором, ребят, но я думаю, что вот такая вот борода, такая, знаете, обычная такая вот, растрепанная такая борода. Вот как раз где-то, во! Во! А че, обычный мужик. Такой, знаете, ничем, в общем-то, не привлекательный. Ля! Не-не-не-не-не. Ше это такое? Ммм... Можно сделать такого, знаете, вот, опытного воина такой, который вот что-то прошел, что-то где-то видел. Ше это? Я своим глазам не верю. Отсылочка к сериалу... Викинги. Не Клоки ли отсылочка? А? Ммм? Ммм... Ммм... Слушайте, ну, из уважения все-таки больно я люблю сериал, наверное, оставлю. Не любители, а всяких вот этих вот тату, не тату, там вот этих вот всяких размалеваний и рожи. Но... Да. Давайте оставим, хорошо. Итак, кто мы, где мы и зачем мы. Спасибо огромное, ребят, за донатики. Давайте я чуть-чуть, вот так вот, 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 чуть-чуть вот, да, вот я вот так вот их поменьше сделаю. Давайте, знаете что, чтобы не игнорить донаты, я их пока что закрою, пока что, но потом разом на каждый ваш донат отвечу в конце серии. Итак, нам нужно решить, кем мы будем. То есть, выбирая вот эту всю карусель, мы с вами определяемся. Итак, давайте я быстренько пробегусь. Одноручное, двуручное оружие, древковое. Лук, арбалет, метательное оружие, езда верхом, атлетичность, кузнечное дело. Кузнечное дело, да, говоришь? Разведка, тактика, мошенничество. Меня вот интересует лидерство и, наверное, знаете, вот, медицина. Потому что, если играть на максимальном уровне сложности, то, как бы, надо, чтобы выживаемость повышалась. Итак, какой бы вы класс хотели, чтобы я отыграл? Я могу отыграть любимым классом, в принципе, любым. Сразу говорю, я по душе мне древковое орудие и луки. То есть, этот токем я играл, в общем-то, очень долгое время. Еще с времен Mount & Blade. Лучника, да, многие хотят, да. А вот многие, многие, многие хотят арбалеты. Не мое, сразу говорю. Луки. Хорошо. Хорошо, давайте луки и древковое оружие. Хорошо, давайте, допустим, потихонечку давайте что-то соберем. Итак, ваши родители. Кто были мои родители? Давайте смотреть. Как вы видите, ребят, каждая характеристика дает какой-то определенный бонус. То есть, да. Мои родители были... Разведочку дает бонус. Хорошо. Охотники, бродяги. Нет, здесь охотники. Да, просто обычные охотники. Жили в глубоком лесу, вырубая, выжигая поля, которыми пользовались год или два, прежде чем отправиться дальше. А еще охотились и ставили селки на лист, зайцев, горностаев и прочих пушных зверей. Продолжаем. Так, вот смотри, какой я маля... Хе-хе-хе-хе-хе. Раннее детство. В детстве вас выделяли среди сверстников. Чем же меня выделяли? Давайте подумаем. Вот очень было бы не хорошо... Хорошо бы лидерские качества на самом-то деле. Лидерские качества я приветствую. Это точно нет. Трейд. Нет. Вот подход к людям. Неплохая вещь. Вещь. Внимание, тяга к мелочам. Хотя стоп, атлетика. Нет, сто процентов. Внимание, тяга к мелочам. Даст нам атлетику еще одну полосочку лука. Да. Допустим, как и деревенские дети, вы помогали работая в поле. Кроме того, вы атлетика. Лучнику очень-очень-очень мне нужно, чтобы реализовать все свои мечты и фантазии. Мне очень-очень-очень нужна атлетика. Но здесь мы можем также взять... Давайте все-таки, да, лук. Наверное, с лука начнем. Лошадь мне нужна постольку поскольку. Ага, вот, кстати, такой неплохой у меня получается персонаж. Можно, конечно, можно полностью уйти в разведку. Но очень спорно. Ладно, хорошо, давайте all-in я поставлю на лук. В принципе, я уверен в своих силах. Да, я уверен в своих силах. Но это не точно. И вот здесь я бы, наверное... Размер отряда мне не нужен. Я бы взял атлетику. Мне очень нужна атлетика. Кузнечку, ребята, ломать не буду. Я просто знаю, как сломать эту игру. Мы с вами уже ее ломали. Я возьму атлетику. Ой-ой-ой, какой красивый получился дядя. Так, ну и прошлое. Можно взять, опять же, атлетика. Можно взять лук. Можно взять лук. Очень вот это вот хорошая вещь. Хорошо, давайте, давайте. Знаете, я человек, ребят, скромный. Поэтому, как бы, ну... Просто царь. Царь, царь. Просто царь. Итак, сложность. Как я и говорил, ребят, правда. Я очень, очень люблю хардкор. Скорее всего. 99,9% что с первого раза я не затащу. Но я предлагаю проходить на лорд знамени. Я думаю, что, наверное, получится. Значит, поставим также вещи. Это рождение и смерть. Выберите, будут ли герои стареть и заводить детей. В дальнейшем вы не сможете изменить этот параметр. Да, конечно же. Потому что, ну, более это реалистично. Распределять умения членов клана нет. Железная воля нет. Это не для стримов. Точно. Это, типа, одно сохранение. Но это глупо просто. Итак, что мы здесь с вами понаставили? Урон получаемых игроком реалистичный. Это самый полный. Короче, все, что вы видите реалистично, это габелла. Сложность боевого искусственного интеллекта. Я попробую. Если что, если что, с вашего позволения, очень хочу попробовать. Мне интересно, что они сейчас намудрили. Огромное количество всяких этих вот штук добавили. Поэтому, я думаю, здесь сложность просто приближенная к хардкору. Но опыт, я повторюсь, у меня есть. Так что, поехали. Обучение, ребята, я сразу же пропускаю. Пропускаем обучение. Да, я не скажу, что я прям сильный-сильный. Но выберите фамилию. Я думаю, что мы просто скромненько напишем легион. В общем-то, как и везде. Ребят, ставлю орла, потому что очень долгое время под этими флагами мы бомбили, поливали. То есть у меня такие хорошие, знаете, хорошие воспоминания. Размел, размер. Я думаю, что да, вот так вот сделаем. Можно, в принципе, можно даже его белым сделать. Просто у меня был всегда вот такой флаг. Я... Я просто это дело, да, помню. Крала, крала. Я искать не буду, потому что сейчас я 100% его найду. Я не нашел, нет там крала. Не знаю, о чем вы говорите. Итак, друзья мои, что мы имеем? Мы имеем с вами сразу же прокаченные луки. Что нам, собственно, позволяет сделать следующее? Нам есть возможность прокачать лук уже на начальном этапе. Очень-очень неплохо. Штраф на точность стрельбы из лука во время движения уменьшается на 30%. Нет, мне это не нужно. Мне нужно максимально сакцентировать свое внимание на уроне из лука. При попадании вами из лука в голову врага бонус к урону увеличится аж на 30% и плюс 20 к навыку стрельбы из лука лучниками моего отряда. То есть, ну, это бешеный бонус. Не знаю, почему его запихнули в самое начало, но да. Я думаю, что уже как мы будем играть, вы примерно плюс-минус понимаете, да? Итак, дальше. Что у нас еще дается бонус? Какой? Ваши стрелы игнорируют 10% вражеской брони. Это, кстати, очень неплохо. Даст пробивание. Скорость передвижения во время перезарядки уменьшается на 50%. Мне нужно пробивание, чтобы именно пробивали броньку. Это очень-очень важно. Вот это вот, если честно, ребята, если уж совсем это, по-моему... Вот это, по-моему, одно очко мы можем распределить вот сюда, да? Или нет? Или да? Я, к сожалению, не помню, что вот это такое. Если кто-то знает, подскажите. Я, ребят, могу каких-то механик не помнить или не знать. Вот это вы можете использовать очки внимания, чтобы повысить предел обучения навыку. А скорость, вот эти палочки, это скорость, с которыми мы, типа, обучимся. Я понял. Езда верхом. Вот атлетику я бы, да, вот вкорючил. Да. Да, атлетика. Потом увидите, для чего она нужна. Итак, что мы делаем? Меня интересует сейчас следующее. Во-первых, как запакован мой персонаж. Это предельно важно, предельно нужно. У нас нет накидки, у нас нет перчаток. То есть будет чистый урон проходить. Так, тысячи у меня голды. В отряде никого, влияние ноль. Квесты меня меньше всего интересуют. Сейчас нам нужно сделать следующее. Это немного заявить о себе. Как это происходит? Я объясню, как это делается. Мы можем сразу нанять воинов, кстати, которых нет по каким-то причинам. Меня интересует сразу же торговля. Объясню, что именно меня интересует. Меня интересует вот этот щит, на которых у меня нет бабок. Потому что без щита играть на хардкоре, это, ну, смерти подобно. Так, секунду, я чуть-чуть музыку хотел бы потише сделать. Наверное, вот так вот. Да? Пойдет? Очень, кстати, красивую музыку добавили. В первую очередь мы идем на арену. Идем на арену. Обучение. Я не помню, к сожалению, где отключать. А, 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 а. Обучение. Если кто-то, ребят, помнит, знает или может погуглить, буду вам премного благодарен. Обучение. Это добавили. Тоже этого не было. Показывать направление атаки мне, кстати, не нужно. Где-то есть кнопочка обучения. Но вот где она? Вот это вот. Вот это большой-большой вопрос. Где-то ниже. Подскажите, ребят? Внизу, ниже уже некуда. Пауза при сворачивании. Да, отображать потери, зафиксировать цель. Не вижу. Под интервалом. Стример не тупой. Еще разок. Под 30. Обучающие подсказки, они здесь называются. Спасибо, ребят. Одну секунду. Сейчас я кондишу. Кондишу. Кондей выключил. Духатище сразу лютейшее. Такс. Ну что ж. Ну, поехали. Поехали. Давайте немножечко, ребят, раскликаемся. Да? Вы не против? Ну, давайте вспомним, как здесь кнопочки нажимаются. Можешь, бастард! Сейчас папка немножечко тут... За арену, я напоминаю, дают огромный бонус. Не надо, дядя! Опа. Так, спокойно живем. А вот лук я стрелы вижу, а лука не вижу. Лук, наверное, не лежит, да? А... Секунду. Мне нужно здесь переставить обязательно камеру, чтобы вы увидели, какое количество противников. Ребят, на арене можно не только прокачать скиллы, но и заработать 250 монет. Так что... 250 монет это не мало. А вот лук надо у него подрезать. Скорее всего меня здесь убьют, но... Не шутя! Не шутя! Да, здесь меня срежут 100%. Но это тренировочные бои. Можно себе позволить. И мне достается... Ты нихера ты дождался! Очень умные типы. Неплохо. Не пальцем деланные, ребята. Что с лицом, дядя? Меч побыстрее бьет. А-а-а! Мне еще в спину накидывали. Самое главное, это правильный старт. Я сейчас затащу арену. Если я затащу арену на хардкоре, это будет... Это будет просто добрый вечер. И главное, вот эту штуку не поймать. Не надо, не надо, не надо, сынок. О! Нормально, пацаны. Накидали. Копье это очень хорошо. Копье это прям... Знаете... Копьишка. Дайте-ка я вспомню. Как тут кнопочки? Не надо! Сука такая, а. Дайте мне щит, пожалуйста. Ну что же вы меня респауните? А-а-а! С такой... Эээ... Жесткой этой. Мечик-мечик. Опа! Что-то где-то свистит. Пули-пули свистят! что горит пулей членули вот я про это и говорил о по так давай дядя поехали от винта так если надо торопиться 24 мне нужен щит у ю ю ю иду как что так мимо тебя пролетел такой подарок то спамим спамим как последние сволочи а папа 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 что такое а чё все сюда бежим спокойно лицо лицо братик береги лицо с молоду а че все сюда-то я не пойму так пурца все гулять медом намазано что еще меня-то зашло хейтеры все надо ты посмотри потный а какой черт домой то что такое за конвейер хренеть вы откуда пацаны что происходит занято здесь отстань уходи уходи да ёпта поехали чё так потно то я не понимаю ох ёпта кто орёт о посмотри прикол я понял братик там сейчас нам прилетит кому-нибудь в дыню вот то про что я и говорил 6 чуть 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 еще один опа хорошо так еще один бежит посланник у ее я вот у него меч хороший там уже сабелька вот эту сабельку надо срезать а чё все сюда-то прёмся ой-ой-ой-ой вот этот жесткий для парирует чёрт души его хорошо вот этому не дать ударить что началось то здесь я не понимаю что что здесь ёпта что за что за режим сатаны два осталось ребята 2 на на ёпта бастард поехали поехали на мужика не шутя ручки-то помнят ручки-то помнят а почему бы и нет 250 ребят рублей собираем давайте все-таки камеру я поставлю чтобы вообще все видели сейчас мы найдем наилучшую ее позицию давайте вот так вот данная чтобы видели и награды наши все и так 250 доляров дают конечно почему бы и нет нам нужно еще еще голда нужно неплохой респаун тихо спокойно если мне дадут лук я выиграю любую в принципе арену ох ты бля как ты закрыл 100 грамотно от палец и сразу надо избавляться нужно брать меч я люблю ребят быстрое оружие все стоим чилим стоим на чили чих я никуда не тороплюсь ребят 250 голды это очень много я напоминаю что именно за эти бабки мы с вами можем ребята одеться понимаете мы с вами можем одеться приодеться очень неплохо потихонечку перемещаемся как здесь спауниться типы я вообще понятия не имею неплохо папа хорошо а еще туда ой молодец а туда ой как хорошо ой 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 как красиво ребята вы всегда бы так спокойно что-то сейчас прилетит мне летит что за хейтер хорош такое хорош говорю я назад кину они тоже подбирают что ты видел хочу я не пойму что за искусственный интеллект им добавили они тоже стали копии подбирать уйди от меня фу-фу нельзя сюда заняты здесь не 250 голды надо отстаньте видел он подбежал дрот этот не дротика метательный этот а чё по интеллекту правильно уходи что с лицом расстояние 34 метра нихрена себе относительная скорость снаряда 23 и 7 метров в секунду на из лучник лучник шарит кому надо помогать и не пойму потный такой сразу миша ефремова вспомнил на есть такое так мне надо дротики найти а ну вот вот те дротик сейчас бы я нашел блять дротик уйди больно да я те сейчас достану этого ты чё удумал слышь ни хера так ну-ка вот это вот фу-фу уходи не надо дядя вот это хорошо а их два осталось так это легчайше поехали дву руками дву ручами не особо если честно умея играть мясо поехали 107 урона 250 монет пожалуйста папе на базу вообще не ощущаю пока что третий раз поехали ой спасибо а ты из этих что из этих самых любители острых ощущений не-не-не на центр я больше не пойду я уже одну пережил свободная касса так спасибо ребят за лайкосы спасибо вам за поддержку рекорды рекорды поставите на таких играх я рад что он заходит но сложно честно признаюсь очень сложно очень сложно хера что ты как так попал то сюда иди это как куда он мне а у меня почти прям попал что на ёпта лицо два раза пострадала уж ты легчайшие бабки неожиданно пробитие было очень неожиданным да ёпта не понял как так но ладно ладно окей на 76 урона ты вилла на сколько он мне в кассе в кассе горил поехали ой 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 а че такое спокойно не надо дядя чё я-то а чё я а я-то здесь причем уйди да сзади тебя бьют дебил сука такая что ж вы так потеете то я не по а ооооооооооооо ой 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 чуть чуть я не подлез ты чё чёрт чтобы как как через тебя прошло да твою мать так вот нормально можно еще больше лучников уйдите от меня уйди уходи прикинь мои на оружие я попасть не могу ой как близко ой как близко не против бегите все ой ой обидно что такое ой а что с лицом а что такое все ты куда совсем осудительный момент здесь чисто накидывать так просто в шару о шара кстати вот и она ой я думаю вы понимаете да вот эти звуки такие тук это значит что произошло пробитие я вот знаете о чём думаю когда стрела закончится шо мне делать ой ой от лучника надо сразу забирать лучник это это плохо лучников вообще вообще они мне не нужны лучники бля бля тока 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 нет 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 надо чтоб лучник о сейчас начнется 55 метров просто 99 жбан ребята красиво и осталось нам выиграть еще одну арену объясню для чего у нас как раз с вами будет 2000 не 1000 а 2000 прям со старта у нас с вами нарисуется денег что конечно же не может нас не радовать имперский как как вы говорите имперский лучник было бы вот это копье мне нужно пехотное копье на пехотное копье это она не длинная а чё такое а что такое успею успел а что такое до свидания я повторюсь я боюсь только одного я боюсь только лучников хотя может на самом деле из этого прилететь опа блять меч забыл взять меч возьми дурак поехали уйди от меня таким быть давай давай пацаны я мысленно с вами вот это затишье ни хера ты шустрый епта резкий как пуля дерзкий ушел да 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 вот этот двуручный тоже прям ой ой голод над закрывать как следует я только слышу вот эти звуки как в тире ой слушайте они последние ли это поехали не обосраться напруга и здесь чувствую я тебя легчайшая все ребятки есть есть бабки прощаемся 4 арена 4 мы с вами выиграли арены это очень хорошо мы с вами теперь делаю в принципе все предельно четко предельно просто мне нужно следующее мне нужно торговля мне нужно по максимуму себя запаковать потому что здесь любой удар будет соответственно караться смертью так лошадка у меня фермерская мне бы по-хорошему какого-нибудь скакуна пошустрее благо что теперь кстати можем себе позволить да давайте-ка мы лошадочку то сменим эту лошадку мы оставляем потому что лошади ведь видите такую мешочку в центре вот под лошадкой мешочек это дает нам грузоподъемность то есть общая перевозка веса так чтобы нам купить ну вообще-вообще хорошо бы купить каску пожизненные страдания с каской но с другой стороны хорошо бы наверное и щит очки здоровья 430 у этого счета скорость класс тройка вес 5 и 8 у этого вес меньше дорогой ты давай ладно нет пока что не могу я себе позволить больно дорого вот смотри какая красота хорошо хорошо стрелы пока слишком это дорого для меня будет так чуть-чуть маслырия купим это еда еда как говорится на всему голова всегда она нужна ну и пиван деппл естественно бочечку ребят купим потому что без пиван деппл а мой герой он отказывается драться вообще в принципе уехать что мы теперь делаем а мы теперь еще раз заходим на арену выйти на арену подходим к типочку и спрашиваем где сейчас проходит турнир что ж вот-вот турнир начнется в городе зионика 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 затем другой в сане опа вы уже понимаете да куда еду это будет очень сложно это будет не то чтобы сложно это будет прям поехали людей специально ребят не набираю для того чтобы быстро по карте передвигаться опа а вот и турик ждем опа чуть-чуть еще не люблю ночью драться хорошо ну сразу говорю процент того что я выиграю один на миллион но в погоне в ту на турнирах могут дать славу слава здесь очень нужна потому что ваша узнаваемость в этом от мире она становится все выше и выше с к вам начинают уважение испытывать и так далее и тому подобное ну что ж пойдемте ребят право здесь на ошибку нет за что мы боремся за какой ой 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 это мне очень нужно так здесь разбито на четыре группы ох ёпта раз два три три героя бьются я очень надеюсь то что вот эта пачка друг другу сольют так пропускаем этот раунд посмотрим кто здесь вылетит да один герой вылетел это очень хорошо ну что ж ставим на самих себя здесь забив 2 на 2 имперский конный воин блять арбалетчик и поехали нормально а это забив чисто на мечах все я понял хорошо хорошо поехали без права на ошибку мне кой нужен кой нужен говорю падла ты чё так запакован то такой черт а так хорошо вот здесь хорошо бы тоже чтоб героя умотали нет герой выходит из четырех героев остается 23 ну включая меня короче без меня еще двое остаются теперь 2222 имперский пехотинец твою мать у этого элитный вот 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 и вот с этим если я останусь один на один это будет сразу от винта ну что ж давай попробуем что происходит стой лучник живи пошел работой жестко прикрываем лука сосать сосать ею мать поехали туши 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 хорошо лучи блять остались с этим один на один от лука от улотва уйди от лука просто легкая легкая для папы хорошо хорошо очень хорошо сейчас мне прям прям повезло очень сильно так здесь бьется герой и имперский всадник я чувствую здесь такой герой сейчас будет так имперский пехотинец я его по идее должен просто аннигилировать поехали братик я сюда вообще не почувствовал я напоминаю ребята из-за высокого уровня сложности и по мне огромный урон проходит и по ним ну то есть реалистичный урон ну чтож раз на скосик скосинон кассинон давай братишка запакован он просто по самые яйца в латах спамят черта хорош хорошо бьется бился а конь мой полторы тысячи голды поднята сразу с хода боевой конь в придачу еще и известность аж плюс 3 на этой территории и по моему вообще на всей карте если не ошибаюсь